всем привет ребята ну что отсосала сборная россии да да не проиграла отсосала отсосала заглотом глубокий миньет и потом еще и выбор в жопу вот так вот такая сексуальная игра была полуфинале молодежи чемпионата мира между сборными канады и сборными россии вот у меня блять даже слов нет а этих пидорах блять которые надели форму сборной россии настоящий мажорные пидоры блять вас гандонов блять на два года надо в яндекс еду чтобы там были протрезвели гандоны и поняли кто вы такие а вы настоящий гандоны блять ленивые гандоны блять эта команда мажоров блять самая настоящая у нас вообще в любом виде спорта блять сборная играет какие-то мажоры ебаные блять футболе мажоры блять на всех уровнях для хоккей такие же мажоры блять ну сука ну просто игроки сами да по командной скорости канадцы они ну тут сами игроки не идеально канадцы они намного быстрее чем россияне это было настолько видно вот а на воротах у нас стоит какой-то он реально психически больной он и клинически не то что я там как-то оскорбляю кого-то дайка говорю да но он директор всего него у него какая-то психическая болезнь он ебанутый какой-то да аскаров или аскерва блять он бросает клюшку ебнутый что ли совсем вот он реально психически больной на воротах у нас стоял психически больной человек ебанутый какой-то как говорится в голове какие-то он видит какие-то демонов и эти демоны у него отнимают эту клюшку но он психически больной это просто пиздец ебанутый совсем что ли на голову ему уже игроки блять защитники дают клюшку он не один хуй бросает выкидывает прикол он реально какой-то дебил блятью у них него не дебил он просто психически больной человек клинически повторяю я такой хуй не пирас вижу вот так тогда позор я сегодня интервью вышел на спорте там блять какой-то блять нападающего огнев я фамилию могу путать ребят так что извините говорит ну вы же видели вот это нападающий игрок сборной россии молодежной сборной россии но вы же видели мы давили чё блять чё ты там давил ты в перерыве свой хуй наверно давил блять душевой ёбцать чё там давили когда вы там давили вас по сути ни одного момента не было блять что там давили блять что там давили блять я как когда вот первый период закончился до первый период да я хотел сразу сделать ставку что россия не забьет я был настолько уверен блять моментов вообще не создавал и я сразу блять ну да рисковая может там как-то закатить даже австрийцы закатили но за реально бы по игре по игре было реально что момента сборной россии не создавал вообще но в итоге они так и не забили блять а я что-то не поставил у меня слов нет вот когда блять допустим хуесос от тех же футболистов вот за что им там героев дали там что-то наградили но они хотя бы вышли чуть финал чемпионата мира при этом были в рейтинге фифа последней команды а вы никто вы говно вы все игроки которые играли за молодёжный сбор вы все говно полное все до единого у меня слова нет просто в атом там проиграли 7 2 8 1 да помните какая команда овечкина проиграла на олимпиаде но вы проиграли 5-0 вы не забили ни одного гола и по игре по игре это абсолютно справедливый результат вы ни один гол не наиграли у меня слов не для меня это команда мажоров такие мажорчики типа ну чё чё у нас зарплата блять хорошая блять вы ничего не понимаете а мы сейчас поедем как кокорин будем на на мальдивах пиццу кушать за 5000 долларов нас один день на мальдивах будет 350 тысяч рублей а вы ничего не понимаете а идите нахуй отсюда вот блять вот такие хуесосы блять у нас играть за сборную что было во время сбора во время советского союза если бы сборная ссср проиграла канадцам 5-0 я могу сказать что было с точностью и так и бы и происходило иногда и поправил всех в армии всегда едино но у них же молодежного возраста либо всех они бы не играли за цска или там за какой-то спортивный клуб блять из екатеринбурга из фердовска да их бы отправили блять маршировать в настоящие воевоинские части но вы вы же играли вы же отсосали хуй а что вы хотите причем они там служили бы свои там два-три года в этих округах вот потом когда вернулись были из округов своих да вот тогда возможно они бы играли каких-то команды а тут сейчас этим блять будут выступать все наши блять специалисты третяки хуяки там все эти блять хуепланы блять хоккейные выгод ну да сыграли вот такой хоккей такая игра блять ну ничего ребята молодые давайте побольше платить слава бога хоккей не смотрю только иногда там чемпионат мира или олимпиаду да ну мажоры мажоры блять ёпта мать повторяю пиздить их надо вот тут без пиздюлей здесь ничего не решается вот эти блять то что ларионов мачки свои поправлял до профессор как он называют . профессор блять да там не профессор ну же тут там нам там большой такой мужик с железным песеном нужен чтоб пиздил их блять пиздил раздевалки чтобы руки мэрли в кровь и кровь разбивал вспомнить какие у нас самые были великие тренеры в хоккей ну наверное это Тарасов да ну Тарасов даже в зале хоккейной славы в Канаде да находится и Виктор Тихонов оба уже давно ну недавно умерли уже да вы знаете как Тарасов вообще тренировал это был пиздец блять посмотрите тоже фильм легенда по-моему номер 17 да про Харламова Харламов был никто до прихода к Тарасову он не был никто и Тарасов сделал Харламова пиздюлями просто там там блять чуть ли ему кости не ломали блять его ставили на ворота их игроки хуяли по нему шайбой он харкал кровью блять настолько там были жесткие тренировки ну там буквально да не буквально пиздили игроков да вот у него очень жесткие тренировки у Тарасова были да это мягко говоря и его в этом обвиняли дальше во время Советского Союза он руководство еще на федерации хоккея нахуй посылал всех руководителей всех чиновников у него были очень жесткие тренировки он ломал игроков он ломал им кости там все было очень жестко но блять команда команда Советского Союза играла как это пиздец как она всех ебала блять просто ебала и выносила и тот же матч ну первый первый выездной матч со сборной Канады ну помните когда сборная России обыграла их по-моему 3-1 или 4-2 да он всех шокировал конечно же правда кто-то скажет там игрок тренировал не Тарасов да там не тренировал не Тарасов но команду он подготавливал к этой всей встрече Тарасова просто убрали перед этим матчем да это вот про Тарасов каким он был а и был еще Виктор Тихонов блять да 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 которого вот эти все Фетисовы да Лорионовы там и прочие они его так мягко говоря не любили у него были тоже жесткие методы он тоже ломал игроков блять по-другому они не могут ну вот сейчас Лорионов блять интеллигент профессор пришел ну и соснули хуйца такого в истории Советского Союза никогда не было ну вот такие дела это просто я высказался про этих гандонов блять у меня другого слова нет сейчас они будут в инстаграммах сидеть ну дядя проиграли ничего в странах там они сука блять живут чтоб вас гандонов сгноили где-то блять всем пока я не могу